Ящер. Я прослушала громады, как стадион постели. По грудам подушек, по белому отраслому одеялу прыгали солнечные зайчики. Жёлтый, красный, синий. Это за окном? С разноцветными стёклами качались ветки, а сквозь них милиутренние лучи. Я сразу все вспомнил, где я и что меня ждёт. И ничуть не встревожился. Что плохого может случиться в такое солнечное утро? Я, как и вечером, подумал, что битва рыцарей с драконами всегда кончается плохо для дракона. Плюшевый слуга ящера выступил из угла и шелестящим голосом сказал «Пора вставать, рыцарь оленя!» Я быстро натянул одежду. «Умойтесь, рыцарь оленя!» Опять прошелестил слуга. Он держал длинные медные кувши и наклонял его над большим тазом. «Да что у них до сих пор в это провод не изобрели!» «Вчера фонтан, сегодня кувшин!» «А может быть, это такой обычай, чтобы рыцари перед битвой убывались, как в старину?» «Мыло-то у вас есть?» Спросила я. Слуга поклонился и протянул в лес жёлтый увесистый кусок. От куска пахло горькой травой, но всё-таки это оказалось настоящее мыло. Вода была холоднющая, и я выбрал лицо и шею. Этот плюшевый тип начал вытирать меня махинатым полотенцем. Я вырвался. Вдруг вспомнил маму. Когда я учился в первом классе, она по утра торопливо подталкивала меня к умывальнику. Потом сама вытирала мне лицо и переговаривала. «Пошебеливайся же ты! Но почему ты такой капуша? Опять опоздаешь в школу!»